В Доме правительства сегодня обсуждали вопросы проектного финансирования и поддержки малого бизнеса. Это тема круглого стола Комитета Государственной Думы. Его участники – представители федеральных ведомств, законодатели и предпринимательское сообщество. О стратегии развития бизнеса в материале Дмитрия Ковалева. Это еще один финансовый механизм для бизнеса. Агентство поддержки малого предпринимательства обязалось привлекать заемщиков для Банка МСП. Спрос на микрокредиты сейчас растет, но чтобы получить займы, необходимы гарантии. Только за последние два года, благодаря поручителям, предприятия региона привлекли свыше 3 миллиардов рублей. В последнее время полуторамиллиардные гарантии и поручительство корпорации дали возможность в республику привлечь 3 миллиарда рублей кредитных ресурсов по ставке на 3% ниже, чем рынок. Федеральные корпорации МСП республику называют приоритетным партнером. Семь заявок от бизнесменов региона уже одобрено. Количество претендентов на гарантийную поддержку увеличивается. Я рассчитываю, что в нашей общей совместной деятельности мы еще лучше будем работать с учетом всех тех новых вводных, и мы дадим соответствующий результат. Уже привлеченные кредиты помогли реализовать импортозамещающие проекты. Так, на заводе «Энергомаш» были введены в строй новые корпуса, а на предприятии «Яхтинг» увеличили ассортимент выпускаемой спецобуви. Мы самые первые получили поддержку финансовую со стороны корпорации. Сбербанк нам выделил 57 миллионов рублей на институционное развитие, на оборотку. Но мы используем это и на оборотку, и на инвестиции. Результаты, вы видите сами, сегодня у нас результаты превышают, конечно, двухлетнюю давности. Два-три раза мы уже увеличили объем собственный продукт, увеличили количество рабочих мест. Предпринимательское сообщество нуждается в получении этих инвестиций по разным направлениям, по разным инвестициям. Но по факту, я приведу буквально две цифры, в оригинальном продукте, если взять, удельный вес у нас малого-среднего предпринимательства составляет 33%. По-другому говоря, каждый третий рубль производится предпринимателем малого-среднего бизнеса. Участники «Круглого стола» считают, что без поддержки малого бизнеса не обеспечишь переход на стабильный рост экономики. В республике намерены развивать и институт проектного финансирования. Пока у нас нет проекта, к сожалению, Чувашеской студии, который мы рассматриваем совместно с ВЭБом, проектная фабрика с внешнеэкономбанком, но там проекты крупные, от трех миллиардов. Надеемся, мы сможем найти общие варианты, найти здесь тоже заемщиков, возможно, привлечь инвестиции международные. В Министерстве промышленности и торговли страны выступают из развития экспорта среди механизмов ведомства субсидии на инвестиционные проекты. Мы, кроме критериев участия, добавили очень простое требование. Получатель данной государственной поддержки обязуется перед федеральным проектом в течение определенного времени наладить серийные производства выпускаемых продуктов. Сегодня огромное количество проектов каждый год рассматривается по приоритетам торговли и технологических решений. И все реализованные технические решения нашли в серийное производство. Прорывные проекты возможно аккумулировать и в моногородах. Модели развития Новочбоксарской и Канаша заинтересовали немало инвесторов. Мы удалось создать такую команду, которая может управлять ситуацией. И мы собрали туда и территорию переживающего развития, и фонд, и деньги инвесторов, которые сами вкладывали в те производства, которые там строятся. Это на микроуровне консолидация различных мер. Поддержка моногородов продолжится. В федеральном фонде намерены финансировать конкурентоспособные проекты. Я думаю, что в республике такие тоже найдутся, чтобы на эти проекты нанизывать все те нероподдержки. Вот ровно то же самое, только в большем масштабе, как мы начинали с моногородов. Здесь мы берем и гарантию корпорации, например, МСП. Здесь берем и заин фонд развития промышленности. И что самое главное, чтобы эти проекты здесь в республике стартовали. Инвестиционные проекты сегодня отбирали и в корпорации МСП. Сумма гарантийной поддержки предпринимателям может превысить 300 миллионов. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.